Не обращаешь ли ты нас в насмешку? Он сказал, к Аллаху я прибегаю, чтобы не оказаться глупцом. Они сказали, призови для нас твоего Господа, чтобы он разъяснил нам, какова она. Он сказал, вот он говорит, она корова, не старая и не телка, средняя по возрасту между этим. Делайте же то, что вам приказано. Они сказали, призови для нас твоего Господа, чтобы он разъяснил нам, каков ее цвет. Он сказал, вот он говорит, она корова желтая, светил цвет ее, радует она смотрящих. Они сказали, призови для нас твоего Господа, чтобы он разъяснил нам, какова она, ведь коровы похожи ли на... Мне, по-моему, дошло, о какой корове идет речь. Меня как немножко осенило, я не знаю, в правильном ли направлении. Дело в том, что... Сейчас вот, я еще колебался, пока ты не сказал желтая. Значит, смотрите, есть еще такое понятие. Корову, как бы, вот у славян называли зимун. То есть, мун, цэмун, это луна. А ты вот сейчас сказал желтая, может, корова, это имеется в виду межсотовый транспорт все-таки, арт какой-то желтый, из которого зимун, это луна, это мун. Если дальше, может, сейчас ты будешь читать, может, сейчас прояснится все-таки. Вот так? Да. Что ты хочешь добавить, что ты хочешь рассказать, твои комментарии? У меня уже сам Коран, как бы, подготовлен к чтению, хотя бы некоторые части, вот его я выборочно делал. Потому что Коран читать довольно-таки сложно, и понять сложно. После чтения Библии, где идет оповествование в хронологической форме, вот, утро, день, вечер, то в Коране, ну, нам не понять, я не знаю, может, арабы хорошо ориентируются, а в Коране вот такое ощущение, после Библии особенно, когда начинаешь читать Коран, там такая бра-кадабра. Согласна. Как, Светлана, у тебя отношения? Я прочитала только 50 страниц Корана, так как у меня времени нет, но я хотела, конечно, весь прочитать. И меня Коран поразил, потому что он отличается, по большому счету, от Библии, так как там все-таки человеческому фактору придается хоть какое-то внимание, а не так, как в Библии, что это животные, человеки. А здесь хотя бы какое-то внимание и заставляют, ну, и какие-то правила поведенческие здесь показаны. Но нет таких кровавых подробностей, хотя многие считают, что Коран очень жестокий, кровав. Да, потому что никто его не читает. А я тебе говорю, я прочитала 50 страниц, и мне этого было достаточно, ну, конечно, недостаточно, я не могу судить, у меня времени недостаточно, а уже даже понять с этих 50 страниц, что он в корне отличается, и он, по крайней мере, до 50 страниц там не было никакой жестокости. А там, наоборот, были как бы правила защиты, защиты человека, да, скажем так. Так что я еще с удовольствием послушаю и буду проверять текст по итальянскому изданию, чтобы, ну, тоже найти какие-то несовместимости. Да, если что, Света, останавливай меня, да, и будем разбирать. Прекрасно, я согласна. Поехали. Хорошо. Ну, я сразу пропускаю, вот, первый сур, это открывающая книгу. Начну с коровы. Да, да, не слышались те, кто не знаком с Кораном. Вот, одна из сур, вторая, точнее, называется «Корова Аль-Бакара». Итак, во имя Аллаха, милостивого, милосердного, эта книга, нет сомнений в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в тайное и выстаивают молитву из этого, чем мы их и наделили, а расходуют. Ну, вот такой вот набор слов я пользуюсь русским переводом с арабского. И тех, которые веруют в то, да, кстати, этот русский перевод с арабского, Крачковский. Витя, разреши меня перебить. Как ты сказал, «Аль-Бакара» называется, да? «Аль-Бакара», да, «Корова» переводится. Корова. А ты представь себе, у меня называется, это «телка» и также «Ладжовенька», это с итальянского «телка». И это относится также к молодой девушке, «телка». Ну, вот у нас в России говорят «телка», но это так чуть-чуть пренебрежительно. А «джовенька» тоже в итальянском сленге, тоже молодая девушка, но это не такую имеет вольгарную окраску, как в русском языке. Так что представь себе, здесь можно понимать джовенька так же, как и молодая девушка. Всё, передаю слово. Из тех, которые веруют в то, что неспослано тебе, и что неспослано до тебя, и в последней жизни они убеждены. Вот так вот. И среди людей некоторые говорят «уверовали мы в Аллаха и в последний день, но они не веруют». Они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали, но обманывают только самих себя и не знают. В сердцах их болезни. Пусть же Аллах увеличит их болезни. Для них мучительное наказание за то, что они лгут. То есть, тут призыв, да, пусть же Аллах увеличит их болезни. В сердцах их болезни, и пусть же Аллах увеличит их болезни. Пошли дальше. А когда им говорят «не распространяйте нечестие на земле», они говорят «мы только творящие благое». Как вы не верующие в Аллаха, вы были мёртвыми, и он оживил вас, потом он умертвит вас, потом оживит, потом к нему вы будете возвращены. Вот это передавание «вы были мёртвыми, и он оживил вас, потом он умертвит вас, потом оживит, потом к нему вы будете возвращены». В принципе, это рассказана та цепочка «вы были мёртвыми, то есть вы были прахом, он оживил вас, он из праха создал, потом умертвит вас, вы умрёте, потом оживит, вы воскреснете, потом к нему вы будете возвращены». Вот такая цепочка здесь описана. Он тот, который сотворил вам все, что на земле, потом обратился к небу и устроил его из семи небес. Вот о семи небесах есть и в Библии, и здесь. И с этим надо разбираться, честно, я еще не готов о семи небесе этом говорить, но узелочек завязал, обязательно буду разбираться и вернемся к этому. У меня такого нету. Это аят 27-29. А, ладно, у меня больше здесь, 27-29. Ну, сур-2, аят 27-29. А почему вот, кстати, у меня 27-29, потому что в разных источниках это может быть и 27-й, и 29-й. Тут 29-й в скобочках стоит в моем источнике. Не-не, у меня вообще не такой. Начало, правильно, а потом некоторые через какое-то предложение, этот Аллах... Дело в том, что я не по порядку читаю. Я перепрыгиваю через аяты, да. Хорошо, ты тогда называй, пожалуйста, аят. Хорошо. Ну, вот я тоже не знаю, то есть это будет ориентировочно, потому что я буду называть, допустим, 28, это может быть и 30, и 31, вот в разных источниках. У меня 28. Вот. 28. И вот сказал Господь твой ангелам, я установлю на земле наместника. Они сказали, разве ты установишь на ней того, кто будет там производить нечестие и проливать кровь, а мы возносим хвалу тебе и светим тебя? Он сказал, поистине я знаю то, чего вы не знаете. То есть он сказал, что на земле я установлю своего, ну, грубо говоря, царя, он будет управлять. Вот. А люди там возмутились, говорят, я так правильно понял, да, что? Говорят, мы будем хвалу тебе, а он будет чинить незаконие. Ладно, неважно. И научил он Адама всем именам, а потом предложил их ангелам и сказал, сообщите мне имена этих, если вы правдивы. Ну, вот здесь уже пересекается с Библией. Бытие 1, глава 1, стих 20, есть в Библии. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. А возвращаемся к 29 аяту, сура 2 Корана. И научил он Адама, он это Господь Адама, всем именам, а потом предложил их ангелам и сказал, сообщите мне имена этих, если вы правдивы. Ну, вот с таким оборотом, вот такой перевод. 32 аят. И вот сказали мы ангелам. Кстати, вот в Коране от первого лица, когда читается от имени Бога, здесь всегда встречается мы. В Библии этого нет. И вот сказали мы ангелам, поклонитесь... Что, Света? У меня тоже мы. Да. Сказали мы ангелам, поклонитесь Адаму. И поклонились они, кроме Иблиса. Он отказался и превознесся и оказался неверующим. Кстати, здесь ничего в Коране не сказано о змее. Или о змее-искусителе. И ничего не сказано о том, что Бог ходил там среди деревьев, среди садов. Здесь Аллах, это вот такой вот. Он живет, он Всевышний. 33 аят. И мы сказали, о Адам, поселись ты, твоя жена, в раю, и питайтесь оттуда, на удовольствие, где пожелаете. Но не приближайтесь к этому дереву, чтобы не оказаться из неправедных. То бишь, опять дерево познания добра и зла, которое описано в Библии гораздо ранее. Здесь также вот об этом идет речь в Коране. 34. И заставил их Сатана споткнуться о Него и вывел их оттуда, где они были. И мы сказали, не звергнитесь, будучи врагами друг к другу. Для вас на земле место пребывания и пользования до времени. Ну, то же самое, что и в Библии, когда Бог изгнал из рая Адама и Еву. Не звергнитесь, будучи врагами друг к другу. Вот. Вот так немножко иносказательно говорится в Коране об этих событиях. Далее, 36. Мы сказали, не звергнитесь оттуда вместе, а если придет к вам от меня руководство, то над теми, кто последует за моим руководством, не будет страха и не будут они печальны. То есть, он говорит другими словами, вы вместе уходите из рая, но от меня вам будет руководство. Так что, все будет нормально. 37. А те, которые не веровали и считали ложью наши знамения, они обитатели огня. Они в нем вечно пребывают. Иначе говоря, все неверующие будут гореть в гиене огненной. Это 37-й был аят. 38-й. Подожди, подожди. Значит, те, которые уверуют в Аллаха, они будут жить в добре? Да? Или как? Ну, не будет страха и не будут они печальны. Те, кто будут следовать за моим руководством. Значит, он выгоняет их из этого сада. Из Израиля. Да, из Эдемского сада выгнал. А вот у меня пишется. Мы сказали, уходите отсюда с глаз наших из сада. И если вы возвратитесь ко мне все равно, те, которые возвратятся, ну, типа вместе с вами, не будут иметь страха и никогда не будут жить в грусти. Ну, впечатляли. То бишь, ну, это, наверное, особенности переводчиков, которые переводили. То есть они подставляли свои слова, свои интерпретации. А смысл остается тот же. Да, смысл остается тот же, согласна. То есть, но в Библии, вот повествование, мы-то привыкли, вот порядок, вот такую хронологию последовательную. А здесь вот немножечко перемешано. Потому что в Библии бытие сразу в первых книгах о геене огненной ничего не говорится. Здесь говорится о том, что вечно будут пребывать в обители огня. Ладно. 38-й. И сыны Исраила, то есть Израиля, Исраила, Исраиля, уже тут говорит. И сыны Исраила, вспомните милость мою, которую я оказал вам, и верно соблюдайте мой завет, тогда я и буду соблюдать завет с вами. Меня страшитесь. И вот тут тоже самое главное здесь в Библии, самый главный лейтмотив – страх. Вот это сура, перед этой сурой есть название, потому что, во-первых, у меня уже сороковая эта сура, и написано «Евреи». А есть у тебя такое? Нет, такого нет у меня. А у меня написано, сейчас я покажу, вот, пишется «Евреи», и потом начинается сороковая сура о «Дети Израиля». Помните, там, то, что ты зачитал? Дело в том, что у меня в электронном виде и я переработал, то есть я, скажем так, я сделал выдержки. То есть он и сам карант запутан, но я пытался для себя выстроить вот какую-то логическую цепочку, вот, что-то убирал лишнее, потому что там же еще очень много всяких обращений. Вот, я немножечко сокращал, чтобы было удобоваримым для понимания. Так, возвращаемся. Тогда я буду, я понял, сороковый, у меня в скобочках стоит сороковый, я тогда и буду называть вот те аяты, вот, которые, ну, вот, совпадают у нас. Я буду не тридцать восьмой, допустим, а сороковый, который у меня указан. И сразу перехожу, а, ну, тут тоже меня страшитесь, то есть не забывайте меня бояться. Ладно, сразу аят пятидесятый. И вот мы разделили при вас море и спасли вас, и потопили род фирауна, ну, то бишь фараона. Здесь говорится в этом аяте об исходе из египетского рабства. Вот тоже тут совпадалочки такие. И вот мы разделили при вас море, ну, Красное море когда разделилось, и спасли вас, и потопили род фирауна, фараона, и исход израильтян из египетского рабства. Пятидесятый. Совпадает, да? Да, да, полностью совпадает. Пятьдесят первый аят. И вот мы давали Мусе. Две секунды буквально. Если, кстати, по Чудинову, тогда тоже очень хорошо получается. Мне ближе вариант его. Фараон Хараон. Хараон это верховный предводитель славян. То есть потопили род, предположительно, славян, или как там они сказали, если перевести. Ну, на современный лад. Ну, у меня написано фараон. Да, но вот, допустим, Сундаков говорит, что правильно похорон. Чудинов говорит, правильно, хараон. Я ближе, как бы, к Чудинову. Ну, вот. Ну, это предположение, что именно наших предков они этого уничтожили и при этом были очень рады. Да, Витя, продолжай. Пятьдесят первый аят. И вот мы давали Мусе, то бишь Моисею, завет сорок ночей, а потом вы после него взяли себе тельца, и вы были нечестивы. Вот тоже описываются события, но вот вы представьте, вот какими скачками, вот так вот, с сокращениями. Еще тоже, вот, для тех, кто не в курсе, вот сорок ночей, или бывает сорок дней, говорят, девять дней. Это исключительно потому, что сравнительно недавно, ранее там, ну, пускай 300 лет тому назад, тысячу, было немножко другое, календарный подход, поэтому сорок дней это месяц. У нас было это сорок дней, по сути, плюс-минус месяцы, и девять дней. Девять дней это неделя, поэтому даже современные церковнослужители, если вы у них спросите, а что означает? Девять, девятый день, сороковой день. Они могут что-нибудь придумать, но они не скажут, что это связано с календарем, что девять дней это неделя, а сорок дней это месяц. Вот такая математика, передаю слово. Еще есть такой карантин, знаем, что такое карантин, на итальянском кварантена, это сороковник, сорок дней. И карантин, мы знаем, что это такое, что надо выдержать сорок дней, мы считаем, что это медицинский термин, но в итальянском языке это не обозначает медицинский термин, а кварантена, это, ну, сорок дней. Да, вот такой момент, кстати, вот я, честно говоря, до сих пор даже не знаю, как там насчет ботки на желтухе, лечится она или нет. Я, когда в 16 лет заболел, там такая тема витала, что человек должен 40 дней отлежаться и сам пойти на поправку через 40 дней, вот, ну, плюс-минус. Ну, я не знаю, действительно, лечит его или нет, я помню, 40 дней прошло, и я начал себя хорошо чувствовать. Это правильно, потому что весь патоген, если он только внедрился и нету внешнего кормления или внешней поддержки, тогда этот патоген, он сам вздыхает через 40 дней. Ну, нет, он не вздыхает через 40 дней, он вздыхает и через 15 дней, и через 20 дней, но, чтобы знать точно, если человек выздоровел или нет, ему надо 40 дней. Правильно, по старославянскому календарю это, ну, вот месяц, ну, вот это дата исчисления. И после 40 дней, если человек здоров, значит всё, весь патоген сдох, а может быть и через день сдох патоген. Надо выдержать 40 дней. Вот, как у нас сейчас говорится, ну, говорится, вот, через месяц там, ну, посмотрим, как у тебя дела, прошло у тебя или нет. Как я сегодня сказала, не сегодня, а вчера сказала вот этой онкологе, которая позвонила насчёт ТЭО, я сказала, через месяц мы приедем к вам и посмотрим, сделаем анализы. Вот, это какой-то определённый, ну, период, чтобы точно быть. Так что, 40 дней это, как, мера исчисления русов. Ну, всё, передаём слово Витя. Ну, ещё добавлю, что в православии есть такое понятие, такой термин, как сорока уст. Это когда на протяжении сорока дней, каждый день читает определённые молитвы. Угу, помню. Вот, сорока уст называется, тоже вот такая загадочная цифра, сорок. Да. 53-й аят. И вот мы даровали Мусе писание и развлечение заповеди. Может быть, вы пойдёте прямым путём. 54-й. И вот сказал Буса своему народу, «О, народ мой, вы сами себе причинили несправедливость, взяв себе тельца. Обратитесь же к вашему Творцу и убейте самих себя». Вот, есть такой вот сейчас современный термин «убейся об стол». Об стол. Именно на алабанском языке. Вот это тоже. Обратитесь к вашему Творцу и убейте самих себя. Вот так вот. Это насчёт самоубийства. А у меня нет. Обратитесь к Творцу. 55-й. Или подождать немножко, Света. Сейчас я тебе скажу. Здесь у меня написано, что обратитесь к Творцу и убейте, и убейте их, а не самих себя. У меня перевод «самих себя». Ну, не знаю, может, это переводчику. 55-й. И вот вы сказали, «О, Муса, мы не поверим тебе, пока не увидим Аллах открыто». То есть, пока не дашь нам знамения. Вот Библия о знамениях. «И вас поразила молния, пока вы смотрели». Ну, короче говоря, это идёт такой вот, как бы, краткий пересказ Ветхого Завета, или событий, которые были в Ветхом Завете. Да, только Бог называет Аллах. И мы... Аллах, Аллах, ещё. Ну, у меня Аллах. И мы осенили вас. Ну, Аллах, Аллах, правильно, но иногда Аллах называют. Вот если в Бибиллах загуглить. Ну да, есть Аллахимы. Или вас облаком. Да. Ну, я вообще, как бы, для себя понимаю, Аллах – это много богов. Это обобщённый для всех богов. Алл – все, да. Ла – это боги. Ну, могу ошибаться, но я думаю, что... Дело в том, что мусульмане очень болезненно воспринимают вот это... Это вообще многобожие. То есть, они говорят, что есть Аллах и никого, кроме Аллаха. И они, скажем так, критикуют Библию за то, что у них там многобожие. А вот это три единства богов – отец, сын и святой дух. Они говорят, у нас единственный Аллах. Он един. Аллах един. Вот это Аллах Акбар. Да, так вот, примечательный момент. Я сейчас специально открываю даже википедию, она иногда помогает. Именно Аллах. А у него 99 имен. Именно Аллах. А кто-то леший скажет там свое предположение, что такое Аллах Акбар? Аллах – это да, это боги. Именно не бог, а боги во множественном числе. Ак – это как белый. Акбар, например. А Акбар – белые люди. Белый человек. По моему предположению, здесь хотят навязать, что одному персонажу 99 имен принадлежит. Я специально расшарил википедию. Но я думаю, здесь как раз-то и приводятся имена как раз-то разных богов. Они, ну, как в моем понимании, каждый имеет свое имя. Причем, заметьте, википедии интересно сделали, так как тяжело некоторые вещи произносить. Они даже поставили тут звуковую подсказку. Вы можете нажать это. Динамик. И вот смотрите, тут имен много. И Милосердный, и Царь. Там и Святой, и Хранитель, Могучий, Размерящий. Но опять же, трудности перевода. Но я думаю, что это идет перечисление все-таки разных персонажей. 99 разных богов. У каждого свое имя. Но это своего рода, как бы, вот у нас, наверное, если открыть, сейчас вот рядышком поставить славянских богов, список, то приблизительно то же самое получится. 99 богов славянских, начиная там выше, какой идет, рамха, да, считается. Ну, Слав, и ты тут же википедии взяли за основу, вот, с самых первых строк, Аллах, термин обозначает слово Бог, арабское слово, означающее единого и единственного Бога. И тут же противоречие, но тут с именами. Кстати, единственный и единый, это два разных понятия. Это, если брать пчел, то каждая пчела по отдельности. А если брать всех пчел вместе, то это будет уже рой или рот по-нашему. Единый рой. Я думаю, все-таки так. Да, интересно. Надпись. Это же наша буква, а буквица, вот это я забыл, как она называется. Да, передаю слово. Ну, вот, я вижу еще, сейчас картинку, я тоже переведу, переведу на википедии, это википедии. Ой, я уже как, как Света. Крепость Рахтас, Пакистан. Это что у нас? Вот такой цветочек интересный. Вот я был в Иерусалиме, и там в храме Гроба Господня стоит тумбочка, вот тоже с таким вот наподобие цветочком, называется этот монументик, такая тумбочка с цветочком, таким пуп земли. Мне у кого было спросить, и я как-то вот там галопом по Европам бежал, так вот узнал, что это пуп земли, типа центр земли. Вот такой вот наподобие похож орнамент. Вот так слово. У меня предложение такое, давайте прервемся, я вот и раньше читал лет, наверное, 10-15 назад Коран, да, я и голову ломал, язык ломал, мозги ломал, и сейчас вот Библия трудно дается, а Коран получается, ну, для ознакомления, ну, тоже довольно-таки сложно, принимая удобоваримая книга. Можно читать дальше, вот тут есть краткое описание вот об исходе, вот тут вот описывается, и о Христе идет. Давайте я вот галопом по Европам еще пройдусь. 62-й аят. Поистине, те, которые уверовали, и те, кто обратились в иудейство, и христиане, и сабии, которые уверовали в Аллаха и в последний день творили благое, им, их награда у Господа, их нет над ними страха, и не будут они печальны. То бишь, здесь, в Коране, говорится о том, что иудеи, христиане, сабии, а сабии – это религиозная группа, которая в Коране упоминается как принадлежащая к людям Писания, наряду с иудеями и христианами. То бишь, они праведные. Они уверовали в Аллаха и в последний день, и творили благое им, их награда у Господа, их нет над ними страха, и не будут они печальны. Иначе говоря, иудеи, христиане – это тоже нормальные люди. То есть, они не враги. Я правильно понял, Света? Да-да, правильно, правильно. Я себе записываю, чтобы потом не забыть. Это 62-й аят. Да-да-да, правильно, правильно ты понял. То есть, как в Коране нет разжигания вражды, что только ислам, вот это главное. А тут написано, что иудеи, и христиане, и саби – вот они, они наши. И все те, кто верят в Аллаха и в последний день. И проповедуют, ну, хорошие, лучшие. Да, да, тоже одинаково у меня. Да, и вот еще, начиная с 67-го аята, идет о корове. Света не в курсе, я вот что-то не припомню. Да. Что-то не припомню, чтобы в Библии, вот, много над этой коровой, вот, о корове описано. Возможно, еще и это есть. Я еще в исходе, по-моему, это в исходе должно быть. 67-й аят. И вот сказал Муса, то бишь Моисей, своему народу, вот Аллах приказывает вам заколоть корову. Они сказали, не обращаешь ли ты нас в насмешку? Он сказал, к Аллаху я прибегаю, чтобы не оказаться глупцом. Они сказали, призови для нас твоего Господа, чтобы он разъяснил нам, какова она. Он сказал, вот, он говорит, она корова, не старая и не телка, средняя по возрасту между этим, делайте же то, что вам приказано. Они сказали, призови для нас твоего Господа, чтобы он разъяснил нам, каков ее цвет. Он сказал, вот, он говорит, она корова желтая, светил цвет ее, радует она смотрящих. Они сказали Призови для нас твоего Господа Чтобы он разъяснил нам Какова она Мне по-моему дошло О какой корове идет речь Меня как Немножко осенило Я не знаю в правильном ли направлении Дело в том что Я еще колебался Пока ты не сказал желтое Значит смотрите Есть еще такое понятие Корову как бы у славян называли Зимун Это луна А ты вот сейчас сказал желтое Может коровы это имеется ввиду Межсотовый транспорт Все таки арт какой то желтый Из которого зимун Это луна Это мун Если дальше может сейчас ты будешь читать Может сейчас прояснится все таки Вот так 70 яд Они сказали Достави для нас своего Господа Чтобы он разъяснил нам Какова она Ведь коровы похожи для нас Одна на другую И мы будем Если пожелает Аллах На верном пути Он сказал Вот он говорит Она корова Неукрощенная Которая пашет землю И не орошает пашню Она сохранена в целости Нет Отметины на ней Они сказали Теперь ты доставил истину И они закололи ее Хотя готовы были Не сделать этого Ну что Сбили фату что ли Не пашет Не доится Похоже Похоже да Я тоже Насчет фаты Ну все Теперь ты нам Сказал нам понятно И бабах Закололи Да Да Очень похоже А у меня написано Что он Значит Он снова начал Говорить с Аллахом И отвечает Он сказал мне Что она должна быть Ну Телка Которая Не привыкла Работать На На земле Или На орошении Здорово И без дефектов И потом Отвечает Вот Вот А И вы отвечаете Вот Теперь Она Описана Точно Но тут Вначале Еще Про желтый цвет Было сказано Про желтый цвет В каком Абзаце Было сказано Помнишь Вить Да Аят 69 69 Ага В конце Там Да Да И Синьора Тут И Господь Говорит Она должна быть Желтая Цвета Светло-желтая Которая Ну приятно Взгляду А вот Здесь А здесь Она Корова Желтая Светил Цвет Ее Радует Она Смотрящих Вот Она Видит Она Не работает На земле И не Рашает Землю Ну да 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 Что-то Что-то Вообще Странное И вообще Название Что же Корова Сура Этого Причем Тут Корова Если Вот Так Вот Тоже Это Не Может Быть Коровой Ну Животное Я Дальше Да Или Хватит Наверное Сегодня Не Знаю Ведь Как Ты Хочешь Потому Что Действительно Чем Дальше Влез Тем Больше Дров Как В сказке Чем Дальше Тем Страшнее Ну Давайте Еще Да Еще Чуть Может И Правда Что-нибудь Выцел Восемьдесят Третий И вот Взяли мы договор Сынов Израила Израила Вы не будете Поклоняться Никому Кроме Аллаха К родителям Благодеяния И к родичам И сиротам И беднякам Говорите Людям Хорошее Выстаивайте Молитву Приносите Очищение Восемьдесят Четвертый Вот Взяли мы договор С вас Вы не будете Проливать Вашей крови И вы не будете Изгонять Друг друга Из ваших Жилищ Восемьдесят Пятый Потом Вы оказались Теми Что убивали Друг друга И изгоняли Одну часть Из вас Из их Жилищ Помогая Друг другу Против них Грехом И враждой А если Приходили К вам Пленные Вы Выкупали Их А вам Запрещено Выводить Их Разве Вы станете Веровать В одну Часть Писания И не будете Веровать В другую Нет Воздаяния Тому из Вас Кто делает Это Кроме Они будут Преданы Самому Жестокому Наказанию То есть Здесь тоже Говорится О Вот этом Страшном Суде День Воскресения Восемьдесят Седьмой Мы дали Мусе Писание И вслед за Ним Мы отправили Посланников И мы Даровали Исе Сыну Марьям То бишь Иисус И сын Марии А у меня Мария Филю Ди Мария Сын Марии Марьян Мы дали Мусе Писание Истец За ним Мы отправили Посланников И мы Даровали Исе Сыну Мариян Ясные Знамения И подкрепили Его Духом Святым Вот когда Дух Святой Зашел На него В пустыне Когда Иисус Сорок Дней Кстати Тоже Сорок Дней Постился Вот Это 87 89 Когда Пришло К ним Писание От Аллаха Подтверждающей Истинность Того Что с Ним А еще Прежде Они Не просили Победы Против Тех Которые Были Неверные Так Когда Пришло К ним То Что Они Знали Они Не Уверовали В Это Проклятие Ох Аллах Жизн Над Ними Неверующими Ну Предлагаю Прекратить Насим Потому Что У меня Уже Мозги Заворачиваются Представляете Вот Какая Каша В голове У тех Кто Строит Свою Жизнь На Основе Корана На Основе Библии А те Что Только На Основе Корана Если В Библии Там Еще Выдержано Хронологически Что То От Сотворения Мира И Дальше Дальше А Здесь Вообще Каша Намешана То Один Кусок Туда То Возвращается Обратно То В середину То Здесь Невозможно Читать Вообще Невозможно Ничего Невозможно Запомнить И Самое Главное Картину Не Можно Выстроить Это Классный Психологический Прием Да Вот Для того Чтобы Человека Рассредоточить Его сознание Внимание Рассредоточить А вот Я хотела Еще Сказать Если У тебя Витя Есть Есть у тебя Еще Что Что Нибудь Сказать Пока Нет Я Пока Рано Пока Все Да Я Тогда Хотела Сказать Насчет Этого Аллаха По Сичину Тот Который Якобы Переводил Клинопись Сумерскую Клинопись Значит Аллах Это Кто Был Это Был Родной Брат Сводный Брат Ану Главного Правителя Нибиру Когда Первым Богом Планеты Нибиру Но Это По Сичину Я Говорю А Это Вполне Вероятно Когда Сейчас Я Думаю Это Был Черток Вот Это Нибиру Но Нибиру Это Не Черток А Это Была Арка Это Был Какой То Межчертожный Корабль Не Знаю Вот И Они Ездят По Сотам И Собирают Дань И Когда Ану Теперешний Правитель Или Как Командир Вот Этого Корабля Нибиру Он Выгнал Со своего Поста Своего Сродного Брата Который По Праву Рождения Должен Быть Он Главнокомандующий Но Оно Все-таки Захватил Власть И Алла Изгнал И Алла На Каком-то Корабле В этом Сумерских Хрониках Так и Написано Что На корабле Успел Сбежать После Того Как Он Отрубил Уж Извините Меня За Это Так и Написано Отрубил Бантик У Ану И Ану Больше Не сможет Никогда Потому Что Он Еще Живой Имеет Детей И А это Самый Страшный Позор И Самое Неприятное Что Может Случиться У Мужчины Он Должен Всегда До Своей Смерти Они Тоже Умирают Он Должен Плодить Детей От Любого От Животного От Человека Образ Свет Извини Просто Тоже Тема А здесь Уже Псевдо Греческая Мифология Очень Похоже Есть Много Интерпретаций Насчет Бога Кроноса Но Как Если Правильно Разбирать Это Бог Кронос Детей Рожал И Их Потом Ел Но Если Правильно Разбирать Бог Кронос На самом Деле Космический Корабль В чреве Которого Находились Человеки Которые Потом Сделали Побег И Вот Тоже Кстати Есть Одна Из Версий Что Чтобы Он Бог Кронос Не Не Рожал И Любили По Кроносу То Что Я Читала По Греческой Мифологии Значит Он Наплодил Восемь Детей И Последнего Он Родил Зевса И Его Жена Родила Зевса И Жена Гея Ее Имя Было И Она Спрятала Этого Зевса Положив В пеленки Кусок Камня И Кронос Схватил Этот Камень И Сожрал Но Все Таки Он Каким-то Образом Заглотил Того Зевса И Жена Когда ему Подсунула Вот этот Камешок Вот такая Любовь У них Была Всегда Очень Сильная Любовь И Зевс Находился В животе У своего Отца И Сказал Своим Братьям И Сестрам Что Благодаря Вот этому Камешку Мы Сможем Выйти Потому Что Наша Хорошая Мамочка Так Сделала Нет Вру 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 Он Ждал Это Они Потом С мамочкой Подсунули Камешек Папочке Она Спрятала Своего Зевса На Какой-то Горе В Греции И Там Пока Он Не Подрос И Потом Папочке Подсунули Камешек И Он Освободил Своих Братьев И Потом Папочку Они Вообще Четвертовали Такая вещь А в моей версии Немножко По-другому Там Где Четвертовали У меня Бантик Рубили И они Не камешек Ему Запихивали А Зевс Приготовил Ядовитое Средство Он Выпил Это средство И Ему стало плохо Он Изрыгнул После Не камень А именно Видишь В моей версии Какую-то Жидкость Типа И Он Выблевал Типа Их Видишь Вячеслав А что вы Имейте ввиду Вот Этим Фразой Бантик Рубили Это Кастрация Или Обрезание Кастрация Кастрация У Бантика Есть Еще Головка Которая Думают Вот Ее Там Чуть Чуть Отрезают Немножечко Нет Кастрация Полностью Кастрация Да Нет Получается Не Кастрация А как там Говорили Были Эти Скобельщики Скоблили Себе Сами Кастрация Это Люди Делали Эту Операцию Еще И Самостоятельно Да Были В Сибири Жили Это Говорили Мы Святые Нам Надо Быть Максимально Чистым Ну Им Внушили Правда Этим Естественно Секта И Они Сами Себе Да Это Все Это Дело Отчикивали Чтобы Святее Быть Чтобы Грехи В голову Не Лезли Да Да Скобельчики Они Назывались Как-то Так По Физиологии Это Мочеспускательный Канал То есть Это Без Него Тяжело Дальше Они По Девчачьи Что Ли Все Эти Дела Делали Получает Ну Еще Возвращаясь К Библии Корану Вот В первой главе Книги Бытие Говорится О создании Вселенной Богом Да Вот Однако Бог Называется В этой Главе Элохим А это Слово Переходится С еврейского Как Боги То есть Во множественном Числе В отличие От слова Элох Означающего Бог В единственном Числе Это Опять Возвращаемся К Аллаху Несомненной Уступкой Античному Мировоззрению В христианстве Является Доктрина О троичности Бога Тринитаризм И убеждение В том Что Иисус Логос Является Сыном Бога В общем Элохим Элох И кстати Говоря Вот Если Спросить Священников Вот Почему Элохим Что это Обозначает Там И Элох Я Вот Пробовал Спрашивать Там Такая Несуразица Не могут Объяснить А насчет Элохима Первый раз Я это Услышала Также У Ситчина Вот В сумерских Этих Записях Они Себя Называли Элохимы Это кто Когда Вот Этот Алалу Его Звать Алалу Аллах Когда Он Приземлился На нашей Земле И он Понял Что здесь Есть залежи Золота И таким Образом Он думал Что А ну Его простить За то Что Он Ему Бантик Отрезал И Послал Весточку На Нибиру Сказав Что здесь Находится Очень много Золота А так Как Они Искали Везде Золото Будто Что Их Планета Лишалась Живительного Живительного Воздуха Тем Воздухом Которым Они Дышали И Чтобы Прикрыть Планету Надо Сделать Из Золотой Пыльцы Завесу Вокруг Вот Этой Их Планеты Написано Так Это Я Пересказываю Послал Землю Они Начали Делать Разработку Поняли Что Здесь Действительно Есть Залежи Не Только Золото А Других Минералов И Тогда Был Выслан Десант В По-моему 2000 Этих Представителей Это Ну Рабочих Которые Звались Иджи Или же Элохим У них Было Два Имени Так Вот Иджи Это Как Десант Полностью Группа Десант А Вот Уже Элохим Это Как Были Это Были Типа Ученые Не Только Вот Которые Там Мотыга И Добывали Ну Это Я Уже Конечно Смеюсь У них Были Технологии А Вот Именно Рабочие Потом Они Восстали Потом Это Тря-ля-ля Тополя А Вот Но Самое Главное Их Звали Элохим Или Иджи Чё Подписывай Ну Ещё Добавлю Павила Насчёт У Лохимов Есть Упоминание Связанное С пророком Эзекиилем Элохимы Пригласили Его На свой Космический Корабль На Луну И Научили Ему Языку Дали Какие-то Знания Пророку Эзекиилю А потом Из Луны Эти Элохимы Его Спустили На землю И чё-то Он там Пошёл Пророчить Что-то В этом Духе Да И в Этих Сумерских Хрониках Это тоже Есть момент И Эдзекииле Называется Ещё Какой-то Забыла Такое имя Долгое-долгое Много букв Задействовано Потому что На одном Типа Языке Для Этих Анунаков Или Элохимов Было Одно имя А для Земля Было Другое Имя Ну это Надо Книжки Взять Посмотреть Почитать Ну Просмотреть Да Они его Взяли На Луну И Первый раз Когда его Начали Поднимать Он сильно Испугался Потому что Он видел Как земля Уменьшается В размерах Как Он описывает Как море То что он Знал хорошо Вдруг Превращается В озеро А потом Вообще В какую-то Лужу И он Сильно Испугался Его спустили Обратно И второй раз Все равно Его подняли Хочешь не хочешь Милый мой И когда И когда его Подняли Заставили Писать И он Писал Не знаю Не помню Месяц Что ли Или 40 дней Те же Не помню Он писал Без остановки Потому что Верховный Правитель Луны Диктовал Ему Текст И он Не кушал Не пил А все Записывал И был Как бы В прострации Так и написано А потом Когда он Закончил Он понял Как он устал И он понял Что столько дней И ночей Он только Этим занимался Не зная Зачем Это делая И Слав И у него Был почерк Очень странным Не его Почерк Это я Вспоминаю Твою Твою Руку Вот И То что он Записал Он ничего Не понимал Но Был потом Спущен обратно Спущен обратно Потому что Он сам Захотел этого Ему предложили Находиться здесь Так как Он был Ну там Самым умным Из людей Населявшим Эту землю Нашу землю И Ему предложили За усердие И Как бы За Любознательный ум Остаться Он отказался Потому что Ему было там Не по себе Там тоже Описывается Очень Подробно И Кстати То что он Видел Там Он Как Текст То что он Записал Вот именно То что он Видел Своими словами Есть этот Текст Это надо Мне перечитать А потом Когда у меня Будет Время Боже Сколько У меня Интересно Я бы С удовольствием Зачитала Ну в смысле Пересказала Очень Очень Интересно Действительно Очень Интересно И вот Кстати Еще возвращаясь В Библии И К последним Событиям Ну вот Кунгуров Алексей Выпустил Ряд роликов Насчет Шарообразной Земли Если Знаете И вот Я нашел Информацию Вот разбор Библии Да Земля Согласно Библии Находится Неподвижно В центре Вселенной Вокруг Нее Вращается Солнце Луна И звезды Доказательство Этому Уместно Привести Следующий Стих Из Библии Господь Бог Передал Езекии Через Пророка Исаию Вот я Возвращу Назад На 10 Ступеней Солнечную Тень Которая Прошла По ступеням Ахазовым И возвратилось Солнце На 10 Ступеней По ступеням По которым Оно Сходило Это Исаия 38 8 Стихи Если Бог Вернул Солнце Назад То это Значит Что Она Обращается Вокруг Земли Оно Возвращается Солнце А вот Еще Такого Же Содержания Это Иисус Навин Сказал Стой Солнце Над Гаваоном И луна Над долиною Аналонскою И остановилось Солнце И луна Стояла Иисус Навин Глава 10 Стихи 12 13 Как и в предыдущем Случае Для достижения Цели Была Остановлена Не Земля А Солнце И луна Подобное Представление Об устройстве Вселенной Называется Геоцентризм Такая модель Была известна С глубокой Древности И нашла Своё Отражение В Библии Это только у нас Слава Никогда Не ошибается Сегодня С утра Слушала Этот эфир По тому Времени Как могла Послушать Не всегда Получалось К сожалению Но с большим Удовольствием Послушала От 10 Января Ты говорила Слава И то Что ты Говорил Думаю Ну Такое впечатление Быто бы Ты вчера Это сказал Так что Вот Ты Знаешь Своих знаниях Не меняешься Есть Некоторые Некоторые Так Немногие Так Пункты Где Немножечко Изменилось Но Главное То Что ты говорил И говорит И говорит Ну Думаю Ну Боже А это уже 6 месяцев Прошло А он Сейчас Говорит Ну Ну Немножечко Ну Немножечко 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 Продолжение следует...